Холодник на кефире Но лично нам нравится больше такой вариант И сегодня буду использовать сразу маринованную покупную свеклу Можно отварить, натереть на терке Получается также очень вкусно Но у меня сегодня времени не очень много Поэтому ускорю процесс, использую уже заготовку Зелень можно брать по вкусу Я сегодня буду использовать укроп, петрушку, зеленый лук и свежий огурец Не любите петрушку, можно ее не добавлять, получается также вкусно Огурец можно нарезать кусочками, можно натирать на крупной терке Но лично я предпочитаю вариант с теркой Сюда же натираю куриные яйца и опять-таки на крупную терку Я буду использовать 4 куриных яйца А вообще, вы смотрите, пропорции можете корректировать сами В зависимости от того, какой суп любите густоты Кстати, такой суп отличный вариант для жарких дней Когда, вот знаете, есть особо не хочется А он получается такой освежающий, вкусный Ну, в общем, люблю этот суп именно весной и зимой Ой, именно весной и летом И заливаю все кефиром Кефир лучше сюда использовать с жирностью побольше Тогда суп получается более вкусным И, кстати, можно также разбавить кефир при необходимости водой Попробуйте, получается и так, и так вкусно Но вот повторюсь, что на кефире лично нам нравится гораздо больше У меня сегодня кефир с жирностью 3,2% Теперь добавлю немного сахара И соль по вкусу Также немного черного молотого перца Теперь необходимо холодник перемешать И дать ему настояться минут 20 И можно кушать Конечно, с отварной свеклой получается цвет более насыщенный И, кстати, вот по вкусу мне, например, с маринованной свеклой нравится больше Он получается такой более острый, чем с отварной Попробуйте и так, и так Все равно получается очень вкусно Я надеюсь, вам понравится И, кстати, если готовите вы холодник Напишите, как готовите вы Теперь дам ему настояться минут 20 И буду подавать на стол Кстати, очень вкусно С отварной молодой картошкой Это просто объедение Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...